Здесь не нужна особая физическая подготовка, несмотря на то, что скалолазание считается одним из самых сложных экстремальных видов спорта. Под присмотром тренеров со страховочным тросом и в шлеме пройти испытания смог каждый желающий на первом Сахалинском скальном фестивале. В первую очередь это территория возможностей, возможностей для любого сахалинца приехать и попробовать, что такое скалолазание. А если человек увлечется, ему будет интересно, то он может прийти в клуб и заниматься в течение года. Но не только взрослые выступают в роли скалолазов. Для самых маленьких клуб «Бумеранг» тоже подготовил небольшой путь. Всего в Хомутовских горах имеется шесть трасс. Не каждый смог их одолеть, но, как говорят любители активного отдыха, это не главное. Здесь тренировки сложновато, конечно, впечатления очень взволнованные такие, то есть очень весело было, интересно. Самый по себе вид скалолазания очень интересный. То есть это не только физическая активность, но и психологический момент преодоления своих страхов высоты, доверия веревке человеку, который тебя страхует. Вот все это вместе – это очень интересное занятие. И я думаю, что нужно его попробовать всем, кто любит активный образ жизни. Помимо гор для спортсменов есть еще одно испытание. Чтобы подойти ближе к скалам, надо перейти речку. Кто-то делает это с помощью канатов, а самых маленьких переправляют вот на таком подъемнике. Ребята довольны? Не каждый день покатаешься на таком аттракционе. В планах у клуба «Бумеранг» провести еще не раз подобные фестивали. Ведь, как оказалось, горы сахалинцев манят ничуть не меньше, чем лес. Скалолазов в Хомутово оказалось больше сотни человек.